Здравствуйте, в эфире Радио Азатых в пражской студии Айнура Джекшигзе. Год назад, 29 октября, не стало народного писателя Кыргызстана Мара Байджиева. Публицист, журналист, драматург, киносценарист, переводчик, литературовед, режиссер. Один из первых двуязычных писателей, Байджиев был многогранным мастером слова. Его пьесы ставились не только в СССР, но и в Германии, Австрии, Канаде, Монголии, Венгрии, Чехословакии, Швеции. По его сценариям сняты такие фильмы, как «Потомок снежного барса», «Золотая осень», «Ливень». Мы попросили рассказать о последних днях великого писателя и поделиться своими воспоминаниями внука Байджиева Дастана. Дастан, добро пожаловать в нашу студию. Вот я перечислила сейчас, каким был великим человеком дедушка. Но, наверное, для тебя в первую очередь он был дедушкой. Каким он был? Для меня в первую очередь он был наставник, учитель, а уже где-то позже. Все регалии, которые вы перечислили, вы знаете же всегда, как оно бывает, когда есть знаменитый родственник. Ты сильно этого не понимаешь, потому что призма, как вы смотрите и воспринимаете этого человека, совсем другая. Для меня это был дедушка, друг, защитник. Я с детства понимал от родителей, чтобы не наругали, что надо к дедушке бежать, не наругают и все тебе купят. То есть первоочередное восприятие у меня было такое. А уже дальше, когда я подрос, я всегда дедушка ходил на любые мероприятия, и я был скорее хвостик такой маленький за дедом, дедушка плюс один. Даже без разницы было, насколько, какой уровень мероприятия, будь то небольшой спектакль в театре, либо визит к президенту, дедушка бессменно, меня за руку, вставай, одевайся, пошли вместе. Вот пьесы, ты сказал, ты помнишь, в твое время еще ставились эти пьесы? Да, да. Даже был один фильм, в котором я принял эпизодическое участие. Фильм называется «Окуя». Мы сыграли маленьких ребят, которые там, рыбаков. Гонорар я получил в виде футбольного мяча. То есть вот такие у нас были с ним деловые взаимоотношения. Вот еще до эфира ты рассказывал про фильм «Ливень». Да, да. Который, по-моему, на «Узбек» в фильме был снят? Вот этих деталей я не знаю. Я не знаю. Но просто для меня, я его в более таком взрослом возрасте посмотрел. И в конце фильма есть момент, где героиня идет с игрушечной обезьянкой, гуляет по пляжу, если я не ошибаюсь. И вот у меня вот буквально в голове промелькнуло то, что вот эта обезьянка, это же игрушка моя детская. Я вот, она у меня всегда дома, в комнате. И сейчас я ее передал пельмешам, которые помладше, к сожалению, видимо, они ее сломали, наверное, но не знаю. А героиня играла Наталья Варлей. А ты встречался с какими-то известными актерами, актрисами? Тебе было интересно? Или ты не понимал еще? Я не понимал, но есть занимательная история, связанная с Чингизом Айтматовым. То есть, опять же, как я ранее сказал, я с дедушкой везде у меня с собой брал, присутствовал. И дедушка как-то взял меня на симпозиум, где одним из главных спикеров был дедушка и Чингиз Таракулыч. А я маленький совсем. И как бы, а я смотрю, все с ним считают. А я даже не знал. Я не знал, что это великий человек, что это человек эпоха для нас, для крызов, сколько он значит. Для меня малыша это был старичок, который сейчас конфет мне даст. И какой-то параллель я провел, и в дальнейшем-дальнейшем, когда я его видел, встречался, я всегда с таким подходил, с просьбой. Вон там тарталетки лежат, и он никогда не отказывал, мог даже все остановить, пойти с кофе-брейком мне конфет, тарталеток. Я еще наглый был. Мне можно еще, я друзей накормлю и так далее. Но ты наблюдал за творческим процессом, скажем, когда Мар Байжиев работал над чем-то? Знаете, дедушка, наверное, я бы, знаете, как сказал, что его жизнь – это творческий процесс. Потому что я ни разу не видел, чтобы он не работал, чтобы он не сидел над сценарием или ничего не писал. То есть он у себя дома, за письменным столом, всегда куча ручек, куча бумаг, куча единственное – это принеси мне кофе. С моей стороны, вот такая была помощь местами. Но это был очень занимательный, интересный процесс. Больше интереснее было наблюдать в театре, наверное, как он с актерами взаимодействовал. Строгий был? Нет, нет, абсолютно нет. Наверное, я бы даже не сказал. Я не видел ни разу его кричащим на людей. Но это, опять же, моя точка зрения. Возможно, актеры вам другую историю расскажут. Ну, понятно. Ну, кстати, вот в связи с театром у меня есть замечательное впечатление, воспоминание, вернее, о театре, киргизский драмтеатр. Когда мне было 7-8 лет, наверное, с родителями ходила на спектакли. И была пьеса «Арберю и дом Майрам». Праздник в каждом доме, да? С Гульсарой Аджибековой и так далее. Я была совсем маленькая, но у меня до сих пор… Я до сих пор помню, о чем эта пьеса. Ну, вот как-то, не знаю, Марбайджиев у меня вот именно связан именно с воспоминанием об этой. А у тебя вот какое-то любимое произведение Дедушкина, что ты, может, перечитываешь? Да, есть произведение у него, небольшой рассказ, наверное, называется «Хлеб». Это история, которую я, наверное, для себя взял как какой-то ориентир по жизни. Или я стараюсь в какие-то трудные моменты и так далее, которая в целом мне помогала. Это история о том, как в голодные времена, ну, послевоенная, дедушка, нашего прадедушку, как известно, репрессировали. И за Ташима Байджиева репрессировали. Дедушке на тот момент 17 лет. На руках у него младший брат и сестренка. И он уже, мол, мне не раз, он из первых уст я эту историю услышал. Это вот из тех историй, которые вот впечаталось в мой мозг. И которые вот сквозь вот эту призму, она как-то повлияла, наверное, на оттенок моей призмы восприятия мира. Он уже рассказывал то, что вот готов был совершить преступление. Потому что были талоны на еду, на хлеб. Он потерял талон. Домой возвращаться без еды, как мама, малыши, что делать. И буквально он рассказывает, что вот буквально в доли секунды произошел очень большой анализ этой ситуации. Возможных выходов из нее, что можно сделать и так далее. И уже было, решился практически на преступление. Увидел человека, у которого был хлеб в руках. Уже вот идет, он говорит, руки трясутся очень страшно. То есть для настолько мирного человека можно только представлять, насколько трудные были времена, что такой человек, как мой дедушка, почти, практически решился на совершение преступления. И он говорит, и вот уже почти, почти, и буквально за секунду до ветром приносит талон. Буквально в руки. Талон, по которому он мог получить хлеб и накормить семью. И ровно в тот момент он решил никогда не совершать подлостей, даже если какие-то сложности есть, их перетерпеть. Оно само как-то, либо от, как он говорил, куда я сахтады. А много рассказывал о своем отце. Да. И вообще эти репрессии оставили, какой оставили отпечаток? На дедушке. Да. Однозначно отпечаток на нем они оставили. Одно из главных, наверное, как известно, трудности закаляют. И судя по тому, насколько был крепкий характер у дедушки, трудностей он много перенес. А про дедушки он много рассказывал. Он рассказывал в мельчайших подробностях в ту ночь, когда его забирали. За что? Я на самом деле, знаете, большой везунчик. Потому что из первых уст я истории услышал о таких знаковых для Кыргызстана людях. И такие истории были, знаете, которые не опубликуют в СМИ. Такие из каких-то из личных, из детства. Там что-то про Сумен Кулачок Морова, это был дедушкин друг. Про Тулемуша О'Кейва. Такие, знаете, бытовые, домашние, семейные. Там, например, дедушка рассказывал, когда я родился, как вот над ним друзья подшучивали. Все, это дед и так далее. Вот какая-то такая, наверное, призма была. А вот репрессии, что он говорил, какими воспоминаниями делился о той ночи? Вот ты начал об этом разговоре? Он рассказывал, как пришли. Я вот, знаете, на самом деле, там больше даже не сам, я нисколько запомнил какие-то такие технические, именно такие моменты, которые, как это происходило и что. А больше эмоции дедушки. Страх. Его чувства, когда вот его младший брат бросился, пытался как-то остановить их с просьбами прекратить. Это же мой папа, что он вам плохого сделал. Ну, что может еще ребенок в данной ситуации сказать, да. Ну, вот тебе это было удивительно для тебя. В школе учили одно, а вот дедушка, вернее, в школе это, об этом ничего не говорили, правда? А дедушка рассказывал, что было вот, это тоже история Кыргызстана, это было как-то, вот ты вот будучи ребенком, как ты это воспринимал? Я даже не задумывался сильно, но в школе особо что-то могли преподавать, это же и рядом не стоит с тем, что мне дедушка рассказал. Да, и честно говоря, школьную какую-то программу я немного, может быть, где-то в детстве и, наверное, на каком-то интуитивном уровне немного со скепсисом относился, потому что я из того поколения, у которого быстрее появился интернет и факт-чекинг и так далее, какие-то альтернативные источники информации. Не сказать, что сильно изменили мое восприятие школьной программы, но где-то дали повод усомниться. Ну, вот говоря об интернете, Марбайджиев, как он в современной жизни себя чувствовал со всеми этими гаджетами, не знаю, со всеми этими... Нет, он ни в какую, он ни в какую, у нас множество раз были разговоры, я говорю, Атуль, давайте я вам Apple Watch куплю, чтобы там пульс или как, он говорит, все, мне ничего не надо, компьютер, за компьютером вечно что-то, когда надо было написать... То есть он все-таки с машинки пересел на компьютер? Нет, нет, это я делал. А, так же на машинке печатал? Да, от руки, от руки на листах, и уже позже я переносил это все на компьютер, потому что у писателей, ну, у людей, которые много пишут, специфический почерк, и приходилось иной раз, знаете, расшифровывать буквально. Понятно. А что насчет политических событий, которые пришлось пережить в нашей стране, последней, вот после независимости, да, с 91-го года? Как он это проживал, переживал? Три революции мы пережили, разное, что было в Кыргызстане, как он это воспринимал? С очень тяжелым сердцем, с очень тяжелым сердцем дедушка, знаете, ни на секунду не отвлекался от телевизора, от происходящего, что там происходит, весь... Какие-то ранние, знаете, 2005-го и апрельскую революцию я хуже помню, так как я был маленький, но последнюю октябрьскую я отчетливо хорошо помню, то есть дедушка сидел на телефоне, я даже не знаю содержание его разговоров, потому что он закрылся у себя в кабинете и обзванивал людей, я вот буквально не знаю, на самом деле, о чем был разговор, но с очень тяжелым сердцем это все воспринималось. С какой-то дедушком мне говорил, что это не есть хорошо, это происходящее, но если с другой стороны медали посмотреть, это хороший повод для рефлексии, для нас, как для Кыргызов, то есть сделать выводы от предыдущих опытов и так далее. И опять же, мы очень много с ним дискутировали на эту тему, на политические темы, и пришли к одному знаменателю, что корень проблем в том, что мы не делаем работу над ошибками, скажем так, ну, как мы, государство, народ. Мы не учимся на ошибках. Да. И с этим я согласен с ним. А над чем он работал в последние дни? Я знаю, что в последние дни ты был рядом. Да, да, мы жили последние два года, я буквально к дедушке переехал, потому что у нас как получилось, сначала папы не стало, это вот по окончанию моего учеба, я вернулся домой, сначала папа не стало, чуть позже не стало бабушки, естественно, вы представляете, да, на 80-м году такие потери, такие потрясения. Ну, и у меня просто не было другого, вообще другого развития событий, кроме как переехать к дедушке. Вместе мы с ним завтракали, гуляли каждый день. Ну, знаете, уже какое-то это превратилось в рутину, в быт. А из последних была, это вот он работал над книгой Манас, можете посмотреть, ознакомиться. Манас Семитей Сейтек, это какого года выпуска, это 17-й год, да? Да, ну, он продолжал вносить вправки. Это вот посвященное Ташиму Байджиеву, отдавшего за эпос Манас свою свободу и жизнь. Это, значит, последний выпуск, да? Да. Последний, вернее, последний издание. Да. Переводилось на большое количество языков наша землячка, не знаю, как правильно выразиться, в Америке. Перевела на английский язык, дедушкино произведение, на украинский язык. Мы были последний раз, я помню, из таких крупных. Вот была презентация дедушкиной книги, Манас на украинском языке, у нас дома где-то лежит вариант. Ну, и вот ты сказал, у него было такое кредо, да, что как бы вот по, как в произведении «Хлеб», ты сказал, у него было такое кредо, что все надо перетерпеть и как бы не надо делать какие-то… Не ударяться в крайности. Не ударяться в крайности. Выход всегда есть. А чему вот он тебя научил? Вот что ты, когда, например, говорят, вот ты сказал, ну да, ты формировался вот с дедушкой рядом. Вот чему главному, что ты думаешь, он научил тебе? Не опускать голову, не сдаваться. На самом деле масса вещей, которые меня дедушка научил, но это очень, такой должен был быть, наверное, развернутый вопрос. Но я скажу так, все, что я есть, кто я есть сейчас на сегодняшний момент, это… Я дедушкин продукт. От и до, начиная… И как дедушкин продукт? Что-нибудь ты как-то в будущем как-то попытаешься что-то делать? Знаете, вообще… Как-то вот все равно как-то вот сохранить имя. Да, естественно, естественно. Это, наверное, я бы даже сказал, что это основная моя мотивация, потому что дедушка, когда, перед тем, как отпускать меня сюда, в Чехию, на учебу или работу, он отпускал лишь с одним условием. Он сказал, дай мне слово, что ты вернешься, и все полученные там знания, опыт, все, что ты там получишь, ты принесешь домой. По-другому он меня не отпустил бы. Так что я связан с словом. Это очень хорошо. А вот, кстати, молодежь, насколько она знакома с творчеством Байджиева? Вот ты наблюдаешь, общаешься. Да, на самом деле, я бы не сказал, что очень хорошо знакома. Ну, не только Байджиева, наверное, вообще вот классиков киргизских писателей вообще. Я не... Это, знаете, такой ответ. Я не могу точного ответа дать, потому что... Но, со своей стороны, я нечасто встречал моих сверстников, которые были бы знакомы с нашей киргизской литературой. А есть чему поучиться? Обязательно. У Байджиева в том числе? Непременно. Непременно. Нам есть чему поучиться. То есть это... Такие мысли могут быть. То, что... Ну, на много вопросов в жизни дадут ответы. Ну, спасибо большое, Дастан. Спасибо вам. Гостем нашей студии был внук Мара Байджиева Дастан. Напомню, что великого писателя Мара Байджиева не стала в прошлом году, 29 октября. Это была программа Радио Азаттык. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok